Чем закончил Чаушеску? Его порвали просто, понимаешь? И вот люди этого не боятся, понимаешь? Они думают, что они вот обложились вот этими дебилами, да? И вот эти дебилы будут бить. А вот среди дебилов есть и умные люди, да? И говорят, ну, а за что мы их бьем-то? У меня мать тоже нищенскую пенсию получает. Еле концы с концами сводят. Одну картошку едят. Так сейчас я на картошку подняли цену на 50%. Понимаешь? А то и на 100%. Морковка 130 рублей. Понимаешь? Вот все дело. Почти как мясо. Понимаешь? Или вот та же армия рассматривалась в Думе повышение индексации пенсии на 2%. Не проголосовали? А вот эти вот в лампасах, извините за выражение, побежали лизать одно место вот этим вот всем. Ну, что это? Что это за поведение? Вам в лицо плюнули? Плюнули в лицо. Я как-то у каравулу прямо засчитывал, какая зарплата уротного, у командира батальона. Не пришлось слушать? Нет. Ну, представь себе, у уротного оклад 25 тысяч. Квадирот. Плюс воинское звание оттуда-сюда получается где-то 35-36. Это нищий человек. Вообще официально считается, что больше мрот, но мы же понимаем, да, что… Это вот это отношение к армии, понимаешь? Нельзя, нельзя так. И дело в том, что я тебе говорю, вот я недавно сел, посчитал, 2,83%, то есть в два раза в 0,83% можно увеличить пенсию, взяв 10% от экспорта. Вот смотри, ушла нефть. А если попросим деньги за приватизацию? Смотри, ушла нефть, да. Ну, следом за нефтью, транзитом должны прийти деньги в госбанк, правильно? Выручка экспортная, конечно. Ну, где? 30% сколько вы говорили? Ну, 30-25, там максимум 40 возвращается. Берем шалудовского аэрозия. От экспорта нефти возвращается в бюджет 89%. 11% ну понятно. Есть разница, 40 и 80 здесь. Откуда же деньги возьмутся на пенсию? А на зарплату и на служащих? Да, я же тебе про это и говорю. Я же тебе про это и говорю. И что, сложно отследить, куда все-таки деньги делаются? Труба, ну это инженерная задача. Какая проблема? Сечение трубы, напор в ней. Или вот, допустим, смотри, у нас Россия газифицирована все на 27%. Да, ну я в Бурятии был и я спросил, а у вас газа тут нет? Оттянут силу Сибири в район Благовещенска, туда китайским товарищам. В Бурятии нет газа. Ну. Красноярск весь от угля задыхает. И вот люди там топят дровами и все прочее, идут на избирательный участок и голосуют за Единую Россию. Ну вот что я сейчас скажу. Вы же придурок. Тебе лицензию на сбор грибов, ягод, штрафы, ГИБДД, налоги. Вот я купил земельный участок за свои деньги. Купил стройматериал. Построил дом. А теперь я государству плачу налог за земельный участок и налог за дом. Из-за какого хэя должен платить? Мне что дало государству эту землю, я ее купил. Стройматериалы я купил. Когда я деньги зарабатывал, я налоги заплатил. Подоходные. Я же получаю деньги, я заплатил налоги. Я построил себе дом, купил землю. И теперь я должен платить налог за землю и налог за дом. Из какого? Не будете платить, придут коллекторы. Как кочаян. Или же вот пенсионер. Инвалид первой группы. Приставы виноваты. Да, дочка там бедная, тоже больная вся. Десять кур держали, оштрафовали. И целевое использование земли. То, что земля выделена под садово-огороднические цели. Это что такое? Это что такое? Я когда говорю о... Яичко скушать, потому что, ну, как-то же человек должен питаться. Приходят вот эти свиньи, скотыбли, понимаешь? И штрафуют этого старика. Инвалида первой группы. Я когда говорил о люмпинизации, дорогой Александр Владимирович, вы сказали, дефицит образования, ЕГЭ, дебилизация. Это все понятно. Основная проблема люмпинизации в том, что люди утрачивают этические ориентиры. Они не понимают, что справедливо, что хорошо, что плохо. Вот это основное последствие. Понимаешь, мы создали общество потребителей безжалостное. У власти своя этика, она у них отдельная. Да, у тех, кто пришли оштрафовать этого старика, инвалиды первой группы, за этих десять кур, их уже можно из списка люди вычеркнуть. Это не люди. Не люди. Все, это уже ничего у них святого людского нет. Ну ладно, был трудоспособный там мужик кур завел, туда свой курт нельзя, это все не целевое. Старика прикованного к постели, за который он смотрит такая же больная дочь, арестовывают на 20 тысяч, то есть штрафуют на 20 тысяч рублей, а у него пенсия 8. Это что? Это что? Понимаешь, взять вот эту вот тварь, которая это сделала, и мордой в стену вбить, понимаешь? А по-другому как еще объяснить? Как по-другому объяснить, что это делать нельзя, что надо совесть элементарную иметь, понимаешь? Что же вы делаете? Зачем вы глумитесь над стариком, над несчастным? Ну вот, понимаешь? Ну я тебе еще раз говорю, вот я сторонник строительства цивилизованного общества, но надо сейчас создать. Я написал книгу «Обретение веры», это сидел я в Лефортово, там шикарная библиотека, до меня туда никто не ходил, я туда ходил. Пришел, посмотрел выдачу книг, вообще никто ничего не читает, но такой контингент сидит. И мне пришла идея, начитавшись в Савонарово, Макеавелле, Густаво-Любоне, саму выразить идею государственной идеологии. Попытался здесь издать, не издают, немцы издали. Они ее назвали «Mine round». И вещь киосков-то, значит, поизымали, потому что синоним, да? Да, отсылка, да, а он уже, кстати, тоже, да, потом в Берлинский университет делал. В Лансбергской тюрьме же он писал эту книгу. Да, да, и делает Берлинский университет заключение, что эта книга должна быть настольной у каждого уважающего себя немца, потому что русские в этом ничего не поймут. Ну, например, это три раза тираж по 200 тысяч. А у нас 110 тысяч не продать. Да, улетела, понимаешь? Ну, понимаешь, ну, как тебе объяснить? Вот, я же, помнишь, говорил, все познают сравнение. Надо изучать то, что заставляет изучать, и надо изучать то, что запрещено изучать. Вот это и есть сравнение, да, формирующее правильное мировоззрение, правильное сознание. И я написал эту книгу. Она вот в лед ушла просто, понимаешь, в лед ушла. Потом эту книгу издали в Японии. Три раза тираж по 150 тысяч. Я не говорю, что я выдающийся, великий. Я написал то, что думаю. И то, что знал, читая запрещенное, изучая то, что преподавалось. Понимаешь? Ну, почему? У нас же есть Академия наук. Ну, почему до сих пор не поставили задачу сформировать государственную идеологию? Сформировать национальную идею. Сформировать концепцию развития экономики. Сформировать концепцию развития социальной сферы. Почему это не сделать? Почему? Я знаю ответ на этот вопрос. Стесняюсь под камерой сказать. А что стесняться? Я не стесняюсь. Потому что все, что делается, это умышленно. Уничтожить страну. Это моя родина. У меня другой родины нет. 25 миллионов жизней мы отдали. Понимаешь? Это умышленные действия. В 20-м веке. Потому что мы с тобой же говорили. Делай что-то, можно ошибиться. Да, из-за разного. Но превратив это в систему, значит, это умышленно все. Пускай мне кто-то докажет, что это неумышленно. Проводится такая кадровая политика. Такой грабеж. Воровство, казнократство, коррупция. Это что? Ты посмотришь. А вот посмотришь, кого сажают вот этих вот политзаключенные у нас появились. Какие они политзаключенные? Молодые люди, что ты где-то не тут не скажешь. Но зачем портить жизнь молодому человеку? Зачем? Что ты хочешь? Система бездушная, бесчеловечная. Она не задается такими вопросами. Зачем портить жизнь молодому человеку? Или зачем кого-нибудь по поде сажать? Вон, браслет одел, метлуй, подметай улицу. Соседка будет говорить, он видишь, дядя Коля, улицу подметает сыну своему. Будешь вот так себя вести, будешь то же самое. Поучительно. Зачем отца забрали от семьи, от детей? Это воспитательный процесс. Зачем его сажать? Потому что он подметает. Или какую-то работу делает, понимаешь? Александр Владимирович. Жизнь, она, все говорят, вот жизнь, да она не сложная, просто она должна быть разумной. Разумной, прагматичной. И не надо стесняться этого слова. Вы говорили как-то, что вы никакой не позиционер, вы просто здравомышлячий человек. То есть сегодня здравомышлячий человек, он автоматический оппозиционер? Ну как я могу быть оппозиционером против своей страны? Я против того, что называется сегодня власть. Это не власть. Это не власть. Я это говорю в открытую. Потому что в отношении тех, кого мы называем властью, власть пробежала мимо. Они не власть. Это шобла, понимаете? Шобла, которая унижает страну и унижает народ. И у меня вопрос к этой шобле. Ну когда вы нажаретесь? Когда вы нажаретесь, хватит грабить страны. Вы говорили, что власть это наркомания. Да, значит никогда. Нужна очередная доза. Когда вы нажаретесь, понимаешь? Ну сколько можно хапать, понимаешь? Когда будет все разумно выстроено? Когда будет доступна нормальная еда для каждого человека? Потому что это иммунитет. Мы больше денег потом тратим на лечение этого человека, у которого нарушена иммунная система. Дайте ему нормально кушать. Давайте нормальную еду провязывайте. Чтобы мне нервничать. Давайте уберем. Чтобы завтрашний день видел. Не думал, что завтра будет. А эти все ГМО. Да мать, давайте займемся с детьми. Давайте займемся молодежью. Давайте сделаем спортивный уклон в тех же детских садах. Даже сделано благоустроить. Сторон сделаем на стариках позаботиться. Да, дальше сделаем профильные даже детские сады. Отбирая людей, детишек с математическим уклоном, с гуманитарным уклоном. С вот этого возраста надо расти человека, полноценного человека общества. А чем, да, понятно, да? Ну, кому? Министру образования. Ну, посмотри на него. Посмотри на министра экономики. Посмотри на министра промышленности. Посмотри на министра финансов. Ну, посмотри на них. Ну, что это? И кто это? Понимаешь? Где? А это все в сумме называется государственная идеология. Государственная идеология. Если мы хотим, чтобы мы были всегда непобедимы, восстановите ДСАП. Хочешь там поводить? Пожалуйста. Хочешь БТР поводить? Пожалуйста. Хочешь пострелять из КПВТ? Пожалуйста. Хочешь СКМ стрелять? Пожалуйста. Хочешь прыгать с парашютом? Пожалуйста. Хочешь летать на спортивных самолетах? Пожалуйста. Когда ему болтаться по улице, шаряться и нюхать всю эту херь? Когда ему это делать? Если он там, понимаешь? Это же пацаны. Ты вспомнишь свое детство. Мы же в войну играли, правильно? Смотревших этих фильмов. А сейчас во что они играют? Сходили в спортивные секунды. У меня в свободном времени вообще не было. Поэтому и вот когда говорят, вот повестка дня – это главная борьба с детской и молодежной преступностью. Да пошла ты за школой. Какая борьба с кем забрала бороться? Отдай то, что ты у них забрала. У одного семьи позволяет достаток оплатить спортивные занятия сыну или дочке. А у другого нету этих денег. При зарплате в 16 тысяч, где он возьмет эти деньги? Дайте. Государцы не потеряют на этом абсолютно ничего. То, что мы будем в итоге получать полноценное здоровое общество. Сегодня из 100 призывников, которые будут служить в армию, все наши годы на год, это неправильно. Минимум 2 года надо служить. Тогда ты подготовишь бойца. Что можно за год подготовить? Кого? Он еще делал, где он погибнет в первом же бою. Он все это должен изучить, тактика, освоить все это. Понимаешь? Делается это что-нибудь, да ничего не делают. Понимаешь? Из 100 призывников годные по категории раз. Вот я когда поступал в летучную серию, я по первой группе должен был пройти. Из 100 человек – ноль. Нет ни одного, который может пройти медицинскую комиссию по первой группе, быть годным к летной работе без ограничений. А для службы в вооруженных силах ИСТА по нормативам могут пройти 15-20 человек. То есть 15-20 процентов. Остальные негодные, больные. Вынуждены больных призывать. Потому что надо же кем-то заполнить вооруженные силы. Понимаешь? Мы говорим о контрактной армии. Давай посмотрим на зарплату контрактников. Нищие, несчастные люди. Понимаешь? Поэтому все надо в корне пересматривать. В корне надо пересматривать. И танцевать надо всегда от печки. От печки это называется, мы с тобой заканчиваем, государственные идеологии и национальные идеи. Вот это печка. От нее давайте танцевать. В соответствии с государственной идеологией и национальной идеей построим экономическую модель. Да, рыночная, но плановая экономика. Рынок надо планировать. Понимаешь? Давайте выстроим, как должна развиваться социальная сфера. Какая должна быть доступность по направлениям социальной сферы для людей. И какие объемы тратить на это государство. Понимаешь? Надо построить нормальные школы со спорткомплексами. А не вот это вот убожество. Понимаешь? Но если сегодня 40% детских больниц и поликлиник не имеют центрального отопления и теплого отопления. На чем мы говорим? Пошли они все вот эти вот братья, африканцы и все прочее, которым прощаем долги по 15, 20, 30 миллиард долларов. Бесполезные трубопроводы в никуда. Понимаешь? Это же наши деньги. Вот что, понимаешь? Поэтому вот та же Академия наук, которая за вакцинацию. Ну, посмотри на них какие-то. На ябиничил я, извини. Да что ябиничил выигонку? Понимаешь? Ну, это все не то. Это все не то. Понимаешь? Должны четко ставятся цели и задачи. Понимаешь? С этим институтом Академии наук должна ставиться конкретная задача. Вы под это получаете деньги. Отчитайтесь. По сечению года. Что сделано? Не сделано. Вон отсюда. Решить звание академика, профессора. Докарь, свободен. В лопату и иди он дворником работает. Понимаешь? А это же, ну что это? Понимаешь? Вот тот, кто гоняет по полю мяч футбольный, у него зарплата в месяц 100 тысяч долларов. А доктора, врач, медсестра, конструктора, я беру эту категорию, 32 тысячи. Или врач, 25 тысяч, 30 тысяч. Учитель. Рублей. А тот 100 тысяч. Это то, что мяч ни хрена пинать не умеет. Понимаешь? Ну хватит ерундой заниматься. Посмотри, понастроили. Каких комплексов, огромных, сумасшедшие деньги зарыли. Ну и что? Что дальше? Все они стоят. Они не эксплуатируются. Но бюджет несет расходы. А теперь давай посмотрим. Это называется мультипликативный эффект в экономике. Нам обошлась эта олимпиада, после которой нас и чемпионеры бывали в дерьме. Лишили флага на соревнованиях, лишили гимна в итоге. Сколько мы могли построить школу образовательных? Сколько мы могли построить спортивных школ? Сколько мы могли построить музыкальных школ? Сколько мы могли построить школу творчества? Мы бы закрыли эти все темы. Закрыли бы раз и навсегда. Это точно так же, как я с Чубайсом цеплялся, дрался по поводу приватизации. Я же предлагал. Сначала сфера услуг. В ипотеку. Выигрываешь конкурс, в ипотеку получаешь ресторан или кафе и выплачиваешь реальную стоимость. Эти деньги идут в фонд социального накопления, откуда деньги дальше идут на решение социальных проектов. Не надо сурово маша срабатывать, да? Да. Следующий этап – легкая промышленность. Легкая промышленность. Следующий этап – базовые отрасли не трогать. Металлургия, самолетостроение, кораблестроение. Это базовая отрасль. Энергетика. Энергетика. Это не трогать. Ну, кто-нибудь меня послушал? Нет. Ну и что теперь? Понимаешь? Вот это нормальное формирование малого и среднего бизнеса. Ты заплатил в ипотеку за этот объект, не дашь ему завалиться на бок. Это твое. Ты рассчитался с государством. Понимаешь? И никто у тебя права не имеет это забрать. А когда, извините, хапнул этот трактор на завод Волгоградский там за 3 копейки, ну, например, «Бендукидзе» купил уралмарш за 500 тысяч долларов. Ты представляешь, что уралмарш? Ну, что это? Это не сопоставимо. Добывались от алмаза. Где этот? Там же. Кто его туда назначил? Он что, специалист, горняк? Никто и звать никак. У нас что, нет горняков, нет специалистов? Есть. Почему их не назначают? А я объясню, почему. А в том, что они не имеют собственное мнение. Понимаешь? Вот у меня есть собственное мнение. Попробуют, пускай много покомандует какой-то сопляк. Он будет послан, понятно, куда. Понимаешь? А вот такие вот. И желательно, чтобы биография была загажена. Понимаешь? Тогда в нужный момент, когда ты начнешь скворечник открывать, тебя возьмут за шкирку и выкинут. Понимаешь? Мне понят, звонят целыми днями. Везде-то партии зовут. Все тут. Выбли, все-все. Я говорю, ребята, оцепитесь от меня. Я в этом не участвую. Потому что это бессмысленное занятие. Я говорю, то видите, будет 350 человек еноросов. И народ, вернее, население, опять промолчил. Это тема для следующего эфира. Дорогой Александр Владимирович. Я, как говорится, мне надо и честь знать. Потому что нас с вами ждут люди, семья, супруга ваша. Добрый день. Хотел вас попросить, знаете, в завершение. У нас сегодня был тяжелый разговор, но интересный. Все-таки два слова от Рудского зрителям канала. Вот за что сейчас людям держаться? Что взять точкой опоры в жизни? И как им жить каждый следующий день? Вы знаете, уважайте хотя бы сами себя. Сами себя. Я не говорю, что надо уважать и этого, и этого, любить, патриотизм. Сами себя уважайте. Больше ничего не надо. Вот с этим подумай. Ты человек. Уважай сам себя, и автоматически тебя будут уважать. И в целом всю страну будут уважать. И мы будем называться народом, а не населением. Уважайте себя, не позволяйте над собой глумиться. Вы люди, не скоты, вы люди. А когда над вами глумятся и издеваются, маломальский недоносок, чиновник, может творить с вами все, что угодно, не допускайте этого. Боритесь. Боритесь. То есть руки, ноги. Можно и в пятак заехать, я этого не стесняюсь. Но если это тварь, конченая тварь, и глумится, и издевается над вами. Вот поэтому у меня просьба к вам единственная. Уважайте сами себя. Вы люди с большой буквы. Не с маленькой буквы, а с большой буквы. И вокруг вас есть семья. Значит, если вы себя будете уважать, вы будете уважать свою семью. Если вы будете уважать свою семью, семья будет уважать окружающие семьи. Вот это все в сумме называется народ. А сегодня этого нет. В этом-то и одна из главных причин тех проблем, о которых мы рассуждали. Ну что, друзья, вы все слышали? Александр Владимирович Рудской был в эфире канала «Главтема народ». Вы знаете, я обычно говорю длинное завершающее слово, но здесь у меня просто слов нет. Хочу вас попросить корректно, умно, ответственно писать нам об услышанном сегодня, делиться вашими соображениями. Я самые дельные вещи, Александр Владимирович, обещаю, вам перескажу. Может быть, мы, когда сделаем следующий эфир, поработаем с вашими письмами. Я просил вас присылать письма и к этому эфиру, но, к сожалению, должен сказать, что вопросы были опять о прошлом, знаете, о чемоданах компромата, значит, о стрельбе в Белой Доле. Нет, вот всех мучают эти чемоданы, да. Вот я говорю, вот нас арестовали, первое, что сделали, взломали мой кабинет, взломали эти шкафы. Вот их называют и шкафы, один из шкафов, и один из чемоданов. И изъяли все документы. Вопрос, почему? А потому, что отвечать надо было бы. И вот именно таким образом изъятие позволило скрыть все преступления, которые были обнаружены в Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Что вы вспоминаете в прошлом? Вы посмотрите на настоящий, он в Ютубе, посмотрите, выгребают камазами деньги, золото у чиновников. Те, которые называются властью. Поэтому, что касается расстрела 93-го Верховного Народ просто не поддержал. Если бы народ поддержал, восстали бы все регионы, этого бы не произошло. Это был государственный переворот, надо понимать. Это был чистый воды государственный переворот. Вот и все. Поэтому, вот некоторые, знаете, говорят, вот вы были вице-президентом, туда-сюда и все прочее. Ну зайдите в интернет, откройте Конституцию и посмотрите права и полномочия вице-президента. Одна строчка. Выполняет поручение президента. Все. Вот что с такими полномочиями можно сделать? А я воевал. Воевал один. Один. А вокруг была тишина. Только гадили со всех сторон. Поливали, подделали документы, счета открыли. Потом скуратов, которого самого вывели в грязи. Я говорю, как это не оборужены те, кто подделывал подписи. Виновных подделки ваших подписей не обнаружено. А вон он, этот Макаров, сидит в Государственной Думе. Один из участников подделки моих подписей. Вон они. Так что все в порядке. Поэтому именно общение, общение чем-либо другим заменить невозможно. Каждый имеет право высказать свое мнение. И в отношении того, что я говорил, и в отношении того, что говорил ведущий. А в итоге мы получим то, что нам надо, как нам жить дальше. Поэтому без учета мнения одного, второго, третьего, сотен, десятков тысяч, миллионов людей прийти к какому-то знаменателю проблематичному. Мы в конечном итоге что-то потеряем или не учтем. А когда мы в полемике, спокойно, не оскорбляя, не унижая друг друга, обратимся к оценке той ситуации, которая сложилась, мы придем к выводу, что делать дальше. Что делать дальше. Но ни в коем случае ни топоры, ни виллы. Все не надо. Мы это проходили уже. Мы это проходили. А вот именно жесткий массовый протест в отношении того, что творится произвол, без применения физической силы, это то, что надо. Это называется полноценное гражданское общество. Цитата от Суньзы. Недаром же эта книга лежит. Ружье на стене, оно же должно выстрелить, как в хорошем театре. Путь это когда добивается такого положения, при котором народ полностью разделяет намерения правителя и готов умереть с ним заодно и жить с ним заодно, когда люди живут без обмана. Давайте жить, друзья, без обмана. Будьте здоровы. Это актуальное пожелание по нынешним временам. Подписывайтесь на канал «Главная тема народа». Этот сегодняшний эфир. Ну, это вот такой подарок. Кстати, он с тобой, знаешь, что у него сидит одна вещь. Вот я как-то читал Маннергейма воспоминания. Ну, помнишь, был такой полководец финский, который валил нашей армии советской. Не дал захватить Финляндию, да? Так вот, у него есть такое высказывание. Он говорит, надо создать условия жизни для людей такие, чтобы люди бились до последнего за эти условия. Понимаешь? Умно сказано, да? Ты создай условия жизни, и они это не отдадут. И Финляндия, которой нет ни нефти, ни газа. Ни нефти, ни газа. Или на наши деньги пенсия 90-120 тысяч рублей. Посмотрите, как люди живут. Спокойно, тихо, никто не ворует, ничего. Все уважительно, но законы жесткие. Детей не имеешь права обидеть. А у нас ребенка могут избить этими резиновыми дубинками. А когда-то жили вместе в одной стране. Понимаешь? Друзья, это вам подарок, этот эфир. Цените, пожалуйста, эту возможность поговорить с русским. Таких политиков у нас, да почти что нет. Будьте здоровы, до свидания. До свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова